во времени суток давайте посмотрим купянск там как-то обостряется знаете сама смотрела видео сделаны по моему украинская журналистка но говорили там перевод был на английском языке соответственно еще наши приводили что дом в общем целый стоит дом женщина идет свою квартиру я сам бойцы в подъезде бойцы в сом и журналистка спрашивает а где же находится русские а русские горит тут 200 метров тут значит значит тут вот русские а эти солдаты находятся на уровне 0 ну то есть на передовой а человек идет свою квартиру женщина то есть тут сама не понимать что говорит живут люди и тут стоят солдаты в доме многоквартирный дом как после этого можно относиться к этим захистникам когда они сидят ну блин ну не не в окопе хотя бы перед этим домом а прямо в доме где есть жители мирные жители я понимаю что это какие-то старые дома там видимо не подвалов ничего рядом нет и через женщина вынуждена находиться в своей квартире они сидят в жилом доме в целом в целом жилом доме соответственно для этого дома ничего не останется я своих раскладах говорю о том что русские будут сохранять максимально будут сохранять города а потом все говорят вот разрушили а благодаря кому благодаря кому разрушили захистникам ну уйдите вы из города оставьте вы людям мирным гражданам город когда моя знакомая не написала что они вот были в краскавеевке и вышли из подвалов когда они там сидели выслушники несколько гранат в подвал кинули чудом спаслись живых остались и они и выслушники знали что там сидят мирные люди они туда кинули несколько гранат как этим людям потом можно относиться а украинцы все вопят вот такие но если вы судите по своим родным то это классно что они у вас такие но только на самом деле совершенно другое происходит когда они оказываются на линии фронта идите как говорится уходите найдите вы идите оставьте вы мирные жители мирных то зачем трогаете дети в поле воюйте нет в поле же там открытая местность а в домах еще и разрушит дома классно ну уроды и так давайте посмотрим купянск и купинска здесь могут быть какие-то договора вот эта карта она как новые какие-то связи новые отношения либо может быть ситуация связанная с какими-то ресурсами теми же допустим людскими ресурсами она выходит на новый уровень и в принципе удачное время для взятия города прошла информация что силой оттуда людей вывозят ну конце концов договоритесь коридоры откройте кто куда хочет на какую территорию пусть уходит что там за ситуация на нынешний момент страшно еще и нагнетается тем более когда городе оставались люди на условно так пророссийско настроенные их свои же соседи сдавали то теперь конечно соседям страшно придут русские выстраиваются какие-то новые планы вот я говорю вполне возможно что кого-то вывозят и в этом соответствии с этими шагами выстроивается что-то новое у людей можно сказать даже паническое настроение кто там остался на данный момент в городе но ситуацию стараются контролировать руководство города либо это военная администрация но стараются ситуацию держать пока мы всяком случае под контролем дать посмотрим как будет развиваться события там течение пару недель ближайших ситуация будет непонятно до конца неясно и конечно страшно люди будут бояться на события будет развиваться довольно таки быстро ускориться кто в городе останется вынуждена будет просто наблюдать за происходящими событиями ну и конечно боевые действия переживание разочарование но и боевые действия будут либо командный пункт где-то рядом будет находиться либо в городе либо рядом с городом давайте посмотрим как будет складываться ситуация для вас время я называю время условно чтобы просто немножко зацепиться как будут события по времени развиваться никто не знает время сейчас идет совершенно по-другому а вот так точно так же как любое предсказание приходит информация но ты на сто процентов не знаешь правильно ли ты ее прочитал так же как допустим с пятого февраля или с пятым марта тебе передали цифру 5 а правильно ты понял что это имеет отношение именно к февралю не к марту не к апрелю это большой вопрос так и тут тоже вот две недели это условно чтобы просто зацепиться и сделать расклад когда начнутся боевые действия как для высого будут складываться два будет предложено договориться либо они будут договариваться может быть о том чтобы сложить оружие может быть о том чтобы уйти из города то есть это может быть договоренности со своим руководством как сейчас бахмутин пропаганда будет работать очень сильно будут конечно думать как оказывать сопротивление что для этого предпринять но вполне возможно что в конечном итоге будет из города уходить тем более когда будут видеть что постепенно в город входят российские войска буду ждать и умолять приказ командующего а он будет думать наверно как сбахнул там по себе мне понравилось его последнее заявление американцы в шоке я бы его прочитала для себя таким образом что когда закончится все украинцы на поле боя то боевые действия будут идти до конца последнего американца тоже будет вот события очень развиваться быстро на опять же командный пункт скорее всего городе будет находиться может быть лечиться будут может быть будут стараться искать более безопасные места но в результате люди будут просто принесены в жертву гражданским нужно быть очень аккуратно чтобы ими не прикрывались а то могут заманить ловушку помощи ждать им не откуда будет ну и командование благополучно слиняет ну и кто-то будет стараться уходить из города более безопасные места главное чтобы они там не торчали как бахнута столько времени можете город удержать уходите дальше нет так как бы складываться дела для российской армии в это время когда начнутся боевые действия город будет зачищать наших мат кстати кадыров хочет вроде сделать свою частную компанию военную свою человека ахмат почему бы не решение уже по городу принято что город нужно будет брать поэтому для этого все готовится к этому все подводится может быть какие-то рискованные шаги не до конца обдуманные но все равно приводящие к положительному результату кто-то будет дополнительно обучаться а так вообще будут задействованы все возможные ресурсы для того чтобы взять город и город будет взят город уйдет под контроль россии какие могут быть опасные моменты для города и для жителей города но ведь же говорю российская армия будет стараться город максимально сохранить ну а что эти отморозки будут делать тут конечно сложно сказать то есть все таки вот это вот сохранность города будет 50 на 50 будет тяжело самые горячие боевые действия с пожарами будут в основном за пределами города но для людей все равно будет безвыходная ситуация никуда не денешься в городе будут моменты когда непонятным военным непонятно будет кто где находится поэтому опасность будет шальных пультов мин ну и сами боевые действия будут какие-то вялые то есть сопротивление это будет но вот не совсем такое как будет ожидаться хотя при этом будет и активация новых мы потом будут помогать людям даже гуманитарка медицинская различная помощь а так город уйдет под контроля россия желаю вам всем чтобы это как можно быстрее случилось чтобы это случилось с минимальными потерями для города и конечно же для вас берегите себя берегите своих близких и до новых встреч до новых встреч